Подведем итог. Начали мы с функции Fib1, которая вычисляла числа Fibonacci за экспоненциальное время. Работала она настолько долго, что даже для Fib1 от 80 мы не стали ждать результат, а вместо этого написали функцию Fib2. Функция Fib2 запоминала уже вычисленные числа Fibonacci и в целом работала сильно лучше, чем Fib1. Проблемой функции Fib2 было то, что для действительно больших аргументов она упиралась в ограничение на глубину рекурсии в языке Python. Чтобы обойти это ограничение, мы написали функцию Fib3, которая работала итеративно и смогла вычислить нам восьмитысячное число Fibonacci практически мгновенно. Никаких сомнений в том, что функция Fib3 работает быстрее, чем функция Fib1 у нас нет. Более интересный вопрос, которым мы можем задаться, какова динамика изменения времени работы для функций Fib1 и Fib3 в зависимости от аргумента n. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала научиться измерять время работы функций в языке Python. Напишем функцию Timed, которая измеряет время работы переданной ей функции на некоторых аргументах. Для этого нам потребуется модуль стандартной библиотеки Timed. Timed принимает функцию F, аргументы функции F и опциональное количество раз, которые нужно произвести измерение. Что делает Timed? Timed поддерживает аккумулятор. В этом аккумуляторе мы будем хранить минимальное измеренное время работы. Затем n и 3 раз повторим следующее. Измеряем время работы функции F на аргументах Arcs. И обновим аккумулятор, если измеренное время меньше того, что мы уже видели. Результатом функции Time будет, собственно, значение аккумулятора. В качестве примера измерим время работы функции Fib1. Давайте лучше Fib3. Fib3 на аргументе 800. Мы видим, что функция Fib3 от 800 работает, ну, где-то 66 микросекунд. Измерять время работы функции мы научились. Давайте теперь с помощью функции Time построим график зависимости времени работы от аргумента для функций Fib1 и Fib3. Для построения графиков мы будем использовать библиотеку Matplotlib. Напишем функцию Compare, которая принимает сравниваемые функции, а также аргументы, на которых их нужно сравнить. Затем для каждой функции функция Compare строит график, где по оси X отложены, собственно, аргументы, а по оси Y время работы функции F на каждом из аргументов. Для удобства добавим графику Легенду и сетку. Прежде чем сравнить функции Fib1 и Fib3, вернем Fib1 на место. Теперь имя Fib1 указывает на первоначальную версию Fib1, не декорированную мема LRU Cache. Сравним Fib1 и Fib3 для аргумента n от 0 до 19. График работы функции перед вами. Может показаться, что Fib3 на графике нет, на самом деле она есть, она просто очень низкая. Мы видим, что время работы функции Fib1 растет экспоненциально, в то время как функция Fib3 выглядит практически константной, но на самом деле она растет линейно. Просто чтобы убедиться в этом, нарисуем отдельно время работы функции Fib3 на первых 200 числах Fibonacci. Теперь линейный рост функции Fib3 нам тоже очевиден.